Пенсионер Сергей Черенков большую часть своей жизни посвятил любимой работе. Он трудился врачом скорой помощи на центральной самарской подстанции. В 2004 году брат подарил ему трех красноухих черепах. С тех пор Сергей начал коллекционировать рептилий. На протяжении 16 лет он списывался с единомышленниками, изучал литературу и приобретал новых питомцев. В какой-то момент его коллекция стала насчитывать более 30 всех известных видов. По словам мужчины, ухаживать за питомцами было не сложно. В уход входит смена воды, чисто аквариумы, чисто панциря, кормление, следить за температурой и влажностью. Ну и уход это все. Смена унтерфиолетовых ламп. Кстати, они очень дешевые. Полгода одна лапа светит. Вот. Ну и все. И территория. У меня отдельная комната была. Там, соответственно, температура была, влажность. Все изменилось с выходом на пенсию. Сергей Черенков решил передать своих подопечных в заботливые руки профессионалов. Теперь коллекция черепах Самарского зоопарка самая большая в России. Сейчас она насчитывает 30 видов. Для Самарского зоопарка это на самом деле большое, огромное событие. Вот так нежданно, негаданно на нас, можно сказать, вначале свалилось, потом мы уже обрадовались, дальше думали, как все это обустроить, как сделать. Ну и вот в итоге получилось встроить в наши небольшие объемы, совсем маленький зоопарк, да, это ни для кого не секрет, такую большую коллекцию черепах. Есть в коллекции Самарского зоопарка и совсем редкие виды. Например, огромная мата-мата или бахромчатая черепаха. Она обладает крайне причудливой и своеобразной внешностью. Ее привычное ареал обитания – южноамериканские воды. Она разрушает все стереотипы о медлительности своих сородичей. Мата-мата, которая похожа на кучу листьев и ее реакция во время, когда ее подали. То есть, вроде бы казалось, медлительное животное, но только появляется рыба у нее перед морем, тут же бросок за доли секунды. Сглядом уловить очень тяжело. Сейчас все черепахи, которые пополнили коллекцию Самарского зоопарка, уже адаптировались к новому месту обитания. Рептилии находятся в отделении акватеррариума и ждут посетителей. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.